Ну что ж, дамы и господа, продолжаем. Эмпайр против Рокс. Второй матч Best of 3 групповых. Дэдвайл Вестерн Челленджа. Ну что, Рокс, долго думали они над первым пиком забирают себе Эликана. Забанят Дазда, забанят Бетрейдера. Но Эмпайр банят Инвокера, банят Кентавра, забирают себе Мирану, забирают Акса. Хотя, по аналогии с прошлым матчем, всё точно так же провернуть, судя по всему. Ну, Рокс начинает отбирать героев, постепенно берут себе Бэйна. Не хотят отдавать его Тим Эмпайр, но и себе этот саппорт будет очень полезен. Банят сразу Шадоу Демона. Таким образом, Даззл, Шадоу Демон, Бэйн оказались вычеркнуты, но и Эмпайр их привычных саппортов сейчас не окажется. Ну, я думаю, Эмпайр всё равно есть варианты саппортов удобных, саппортов полезных огромное количество, то есть здесь можно насобирать ещё. Неплохой лайнап. Ну и посмотрим, не поторопились ли они с Аксом на самом деле. Отдали они саппорта сейчас, не стали брать саппорта, взяли Акса вместо этого. Банят сейчас Лешака. Не хотят отдавать больше пуш потенциала. Вармящих Лешаков сейчас. Очень часто мы видим, последние дни. Ну, а Рокс думает дальше. Будет ли это Миран для Резолюшн, либо же опять отдадут Сайлент? Сейчас мы узнаем. Рокс как раз размышляет. Банят ли кого-то, кто может пойти на мид, либо же задуматься дальше про саппортов? Понять, кто ещё здесь может оказаться. Минута 20 у них имеется. Так, ну и пока должен сказать, что Team Empire, если побеждают они сейчас этот матч, побеждают эту серию 2-0, то тогда они занимают второе место, потому что у них с командой Cloud9, которая сейчас пока что занимает второе место в группах, у них по очкам, по играм, по матчам вообще в целом всё одинаково. Разница лишь в том, что при личной встрече Team Empire побеждали Cloud9, и это решающий фактор. Здесь Банят Арксиро, Банят Сайлент Порычный, и Тренд Протектор появляется для Empire. То есть, если Empire побеждает сейчас эту игру, они пробиваются сразу же в вторую стадию плей-оффа, то есть финала плей-оффа. И играть там останется всего ничего. То есть, две серии, финала плюс гранд-финала, и там уже огромное количество денег, можно сказать, в кармане. Матч достаточно важен, таким образом получается. Так, ну и теперь задумывается, Рокс. Ликан есть неплохо, понимая, что может быть какой-то боевой трейлейн. Тренд. Не стоит его недооценить, он и в боевом трейлейне может лапами стучать достаточно серьёзно. Минута у них времени, и думают, кого добирать к Бэйну вторым саппортом. Кого ставить на мид, кого ставить на оффлейн. С Ликаном шансы у них, конечно, неплохие, но посмотрим, что он умеет у самих Эмпайр. Раз за раз, не стесняются они брать Акса для мага. Маг сам себе его берёт, на самом деле. Такие у нас небольшие прям-таки инновации. Фурион. Ликан, Фурион. Нацелились урок на фастпуш. Если не падёт фастпуш, буду сплитпушить, тоже это всё неприятно, но здесь появляется Вичдоктор. Давненько не видел его в играх на Д2, как минимум, но Вичдоктор. Неплохо его бафнули. Точнее, бафли его на протяжении нескольких последних патчей. Чуть-чуть ли не с 6.78 начинаю, если не изменяет помесь. То ему и ренжи бафли, то и... Чинили ему Death Wars, что он там не дострелил. Просто в фиксах. И монокосты, и кулданы. Всё это поправляли. Ну, кстати, не уверен, значит, монокостов. Но, тем не менее, саппорт, хоть и на худенький товарищ, прохиливать имеет. При этом сам довольно много урона вносит. Если что, будет выбрасывать очень неприятный... Как минимум, для Ликану очень неприятный стан. В принципе, как и для Фуриона, если будет там летать между... С ОМОНами и героями. Появляется ещё Энчатрес. Рокс хотят этот матч закончить прям-таки за 20 минут. Ликан... Ликану Аксу, конечно, очень приятно будет крутиться во всём этом в хозяйстве. То есть, волки, тренты, крепы Энчатрес. А в то же время урона он должен получать достаточно прилично. То есть, если подловит его... Контр-Хеликс может просто не спасти. Учитывая, что будет брейнсап от Бэйна, пир дэмэдж. Появится рано или поздно импетра с Энчатрес. Тоже пир дэмэдж неприятный для Акса. Эмпари, есть ещё минута. Нужно придумать, кто будет ещё... Кто отправится на мид. 50 секунд времени. Здесь, на самом деле, ходят Шадо Шамана на мид. Бери, Рокс. Если хотят они очень быстро всё сломать. Почему бы нет? То есть, максимум пуш-потенциала, максимум тимфайт-потенциала. Шадо Шаман хватает, будет всех держать. Ну и плюс. Варды вкачают очень быстро. Расфармится, появится ганим и рефрешер. А дальше матч закончить будет не проблема. И вот его как раз и банит Эмпайр. Прекрасно понял, что Рокс могут так... Поступить сейчас. Но, помимо Шадо Шамана, хватает героев таких. То есть, может появиться Пугна, может появиться ещё кто-то... В таком же духе, хоть от Володи Ваура. Даже Берей, на самом деле. То есть, какой-то просто мидгейм кэри. ОД банит в ответ Сами Рокс. Намекает, что какой-то интеллектуал не может отправиться на мид. Ну, в принципе, Магнус в прошлый раз на мид ходил. Магнус сложно его назвать интеллектуалом, но этот Олдивауар пострадал. Притом пострадал весьма серьёзно. ОД сам по себе неприятный в плане лейнинга. Кто бы против него не стоял. За редкими исключениями, само собой. Так, ну что, МПР, пора показывать свой последний слот. Я думаю, Миран Аксом здесь всё не закончится. Поэтому нужно ещё какой-то товарищ. Нужен какой-то план. Про то, как будто они отбивались с мидпуш и появляются Драгон Найт. То есть, Саллин опять на Миране. Весь доктор Трент Мирана. Можно попробовать даже повоевать. Придися боевым трилейном опять. Драгон Найт отправляет на мид. И сейчас узнаем, против кого он будет стоять. Пак. Не стали ничего выдумать, Рокс. Взяли надёжно проверенного. Тимфайт героя. И посмотрим, получится ли. Команды Рокс. План понятен. То есть, победить за 25-30 минут. Если не побеждают. Если на хэкграунде отбивают их Эмпайр. То Эмпайр у самих могут начать появляться слоты. Но в Рокс, на самом деле, лайнап выглядит достаточно сильным. То есть, даже если матч затянется. Фурион летает по всем лейнам с лидпуш. Это появляется некрономикно и так далее. Лекан точно по такой же схеме работает. Ну и плюс при этом ещё на урон оба закупаются. То есть, карри потенциала довольно много. Самое главное. Не потерять инерцию. В рейн 20-х минут. Ну а Эмпайр, задача просто не дать им накопить эту инерцию. То есть, какая-то сверхагрессия должна быть. Первые минуты 10-15. Не давать, в принципе, первые хотя бы 3 вышки. Дэв Тир 2 и так далее. Так, ну что, Рокс. Сторона Рейдент. Лекан БЗ. Седой на своём фурионе. Йол. На Бенни. Соло отправится на Нейтпак. И Мэггоблак будет играть на Энчантрас. Пока что паузу ждём, когда объявится Мак. Мак будет играть Аксом. Сайлент на Миране. Усона Флавич Доктор. Резолюшн Драгонайт. Ну и Ванскор. На Трэн Протекторе. Посмотрим, будет ли это прям-таки боевой у Рокс. Трэн Протектор по аналогии с ППД. Из Ивел Жениусс. Так, появляется Мак. Ну и вроде всё готово. Продумать надо Лейны на самом деле. То есть, боевой. Боевой Лейн. Если отправить. То есть, если отправить Мирану на Бот Лейн. Отправить к ней саппортов. Возможно, может это оказаться не лучшим вариантом. О, Мак. Он понял в прошлый раз. Вчера мы смотрели Мак. Против Фурион Стоял. Магу это было очень приятно. Поэтому опять он отправляется. В район Топа. Ванскор Волос. Ванфлай плюс Сайлент. Идут всё-таки на Бот Лейн. Но они понимают, что всегда здесь рядом будет Энчантра. Сложим. Возможно, сейчас есть. Сблокируют здесь всё подряд. Чтобы она не перебегала. О, нет. Доджат. Доджат Рокс. Соло они отправляют. На Сайфлейн. БЗЗ. Лекан выходит на мид. Будет стоять против Драгонайта. Я не думаю, что у него будут проблемы в этом плане. Халл будет себе давать спокойно отформиться. Ну, а саппорты перемещаются. Сейчас можно агрессивно по джангле. То есть, выбегать. Акс убивать. Если это получится, то всё будет прекрасно. Выбегать с Энчантра с Бэйном могут и на мид. Убивать Драгонайта. Который в этом плане довольно уязвимый. Миле герой. Крепам надо подбегать. Кардками заблокировали. Здесь кардками заблокировали. Находит ёлку, но... Ёлка пока что. Посмотрели только где находится Сайленд. Просто нехотфа. А, ну вот. В принципе, видит вам скоро. Информации уже достаточно. Так, ну и теперь надо понять, что агрессивный джанглинг будет от Энчантра. Вот маг видит, он габлака. Пошёл её просто бить. Своей здоровейной штукой. Приходит ёлл. Маг уже передумал. Сразу же Флай выезжает на топ. Пошёл блокировать себе хардкэмп. Замечательное решение, чтобы здесь Энчантра скрипов не брала. Здесь тоже уже всё заблокировано. То есть, все хардкэмпы в игре заблокированы. Энчантра останутся только медиум кэмпы. Там, конечно, могут заспавниться сейчас кентавры. Будет это неприятно, да? Не так уж и плохо. И нам вот Лавин выезжает. Невидимый Ванскор. Будет переглядывать сейчас за Соло. Если Соло потратит свой орб на первый ласт хит, тогда уже, возможно, у него будут неприятности. Здесь будет фармить Салент. Разменю с харассами. Посмотрим, будет ли что-то. Орб вкачан, но пак его пока не тратит. Имиран пользуется этим, дынает все. Так, ну и Бэйн выходит на резолюшн, смотрит. Резолюшн просто прогоняет. Включает там хаул. Пак влетает, орб потратит, наседает на Салент. И сразу появляется Стрэнд, прохилит. И это Ферзблад. Разделили на двоих, там крипы добивали, но... Отлично отыграли. То есть Салент на грани погибания. Он подставлялся, паку с ним ПВП. Устраивал пак, понадеялся на Суорб. И сразу же Трэнд себя показал. И Салента выхилил, и пака позволил добить. Замечательный момент. Флай уже показался, уже есть информация. Где находятся все саппорты. Пошел его, защищает варды. Разблокирует хардкэмп. Нажимает себе смок, и вдвоем с Анчантраса не побежали. А Анчантрас, к слову, есть Кобальт. Нам успит. Есть Кентавр со Станом. Готовы ловить Салента. Салент сейчас, если попадется, достанется довольно больно, но находит ванскору. Вместо этого информация есть. Салент. Запускает стрелу. Стрела в Йеллу, который должен инициировать все это. Перепрыгивая через Кентавра, и ганг. На этом заканчивается. Потрасили время саппорта. Сейчас погибать уже должен Кентавр от старости. С Кобальтом много тоже не набегаешь. То есть придется ждать, пока появится следующий боевой крип. Есть Сатир, но уже моменты упущены. Эмпайр пока отыгрывает предельно аккуратно. Конечно, Мирана. Некоторых крипов здесь упустила из-за этого, но не жалко. Саленту Саленту все же до золота получал. И нахуй, если бегает ванскор, просто лапой своей бьет Йелла. Побежал смотреть лес, что там как. Нет, пошел. Йелла, обходись по-хитрому. Так, резолюшн. Просто карась, кто здесь ел. Ну, убегает, убегает ванскор. Каск полетел, Твичдоктор улетает в крипов. Надмир на ванскор, надмир снимает Олзу онфлайн. Но как-то здесь замешкались. БЗЗ. Так, все деревья там проел. Но живет. Не получилось. Поцепить надеялись, что каск будет летать во все стороны. Там будет станьтех налево-направо. Мак просто водит Йелки. Живет деревья. Ну и крути седого он особо не боится. Тауэр проседает от крипов. Седом нужно сейчас забирать крипов. Крипов заберет. Получит атакса. Мак этим пользуется. Пошло ПВП. Хао включились и дома. Поедает он деревья. Мак решит, что пока лучше отойти. Однако переезжает туда Йел. Информации про это нет совсем у Акса. Хотя, возможно, просто здесь крипами его видели. Так, прилетает Гарпия. Противный очень крип. Пожалуй, самый противный на ранних уровнях. Летит Курьер. Приносит ботинок резолюшную. И резолюшная за счет ботинка просто улетает. Точнее, убегает. Отходит он от Бэйна. Ну что, лейник аккуратный. Но в то же время спокойно фармят Рокскиз. То есть, в идеале, Эмпайры должны были сейчас вести себя агрессивно. Не давать Рокскиз выфармливать то, что они сейчас фармят. То есть, здесь на фрифарме стоит Ликан. КБЗ. 22 крипа, 23. Первый на карте крипстат. Вакс, конечно, 16 крипов имеется. Но, в принципе, у Фуриана 8 восхитов. Могло бы быть. И получше немного. Не пускает Вакс. Совсем крипам. Но Фуриан всегда, если что, уйдет в лес. То есть, ему главное сейчас иметь опыт. Качает ринтов. Можно будет спокойно пушить всем вместе. Ботинку Йола. Энчантрас. Скоро тоже будет готово. Но Габлака находит здесь в лесу иллюзии Трента. Трент постоянно всем мешает. Третий уровень уже ванскор. Есть второй Ливенг Армор. На миде. Похоже, не будет здесь никакой попытки ганка. Габлак уходит и продолжается фарм. Габлак понимает, что чем быстрее он получит свой шестой уровень, чем быстрее появится импетас, тем лучше. Но нет, пока что все-таки забирает он. Псовуха и отправляются они на приключение. Смог нажали. Выходит на резолюшную. Волками его пока что размягчает немного. Ликан. Резолюшную на карте никого не видит. Держится аккуратно. Не выходит он за эту линию. Сейчас пожадничает, полезет за крипом. И на этом можно его ловить. И ловит. Спускается резолюшную на логграунд. Получает сразу же Найтмор. Прилетает туда Вич-Доктор. Ливенг Армор. Даже давать не стали, Вич-Доктор. Фонарик свой зажигает и резолюшно прохиливает. Каск дал. Все просто расходятся. Мага. Шесть осен уже имеется. Таймик его блинка достаточно важен сейчас для Эмпайр. Чем быстрее появится блинк, тем быстрее Эмпайр смогут драться. Потому что пока драться они толком так и не могут. Есть Вич-Доктор, конечно, и есть тренд. Но Вич-Доктор. Второй уровень в каске буду Ресторейшн. Постанет, постанет. Но просто урона пока не хватает между всеми саппортами. На ганке выходить. Либо звать Мирану, либо звать Драгон Найт и ждать его ультимейт. Который он, к слову, скоро получит. Либо ждать блинк на Аксе. И Рокс пользуется неспокойным своим пространством. Появляется Владмирс Офферингт на Ликане. Так, здесь Бэйн. А забирает дабл дэмидж. Оставляет резолюшн с носом. Ну и саппорты очень активно бегают налево-направо. Но все еще только один килл на карте. То есть Соло как погиб. Больше так никого не нашли. Хоть и бегал Энчант раз туда-сюда. Хоть и перемещался там тренд. Пытался кого-то подловить. Так, находит. Находит глубока. Каск. Каск полетел между всеми скелетами. Возвращается обратно в глубока. И на этом поймать бы его. Стрела туда полетела. Но ультимейт от Фуриона. У Сайлента очень мало хп. Фонарик зажигает. Дает Ливенгармор. Стрелу надо запускать. Нет. Сетка ванскор. Ванскор, похоже, здесь так и останется. Седого пытались бить. Все еще прохиливает. Вичдоктор. Но наконец-то погибает. Траймпротектор. Седой не выпускает возможность прилететь и на контрганке. Поймал он, Эмпайр. Че было, не погиб. Конечно, соло там пак. Вылетал прямо-таки. Пока что только сравняет счет. Пока только 1-1. Но Рокс продолжает накапливать свой потенциал. Получает свой опыт. Прямо 6-го скоро появится 7-й пак. Давайте посмотрим. Ультимейт наготове. Есть Дринкоил. Фейсбуд себе купил. Дотянется, гарантированно. Ну и Габлак. Пока что только 5-го. Перемещался он очень много. Пытались они ганкать. А я думаю, тоже скоро ультимейт у него будет. Возвращается обратно Фурион. Фурион с Фейсбудс. Магу уже неприятно. На самом деле, против него стоять. Маг поаккуратнее стал себя вести. Пока что ждет, когда к нему придет ванскор. Стоит бед крипов. Тренд рядом. Прямо приглядывать, что там такое. Будет ли саппорт там делать от пулы. Просто от пул блокирует раз за разом. Ну, Ликан спокойно он уходит. Начинает джанглить. Ну, как джанглить. Формит просто Эншентов. Своими волками танкует. Есть Владимир Софинг. Можно спокойно это делать. Йола отдает мидлейн. Йола сейчас получится ультимейт. И можно будет самим уже начинать свои пуши. В принципе, все готово. Ликан седьмого сейчас получит восьмой скоро. Бэйну. Полтора уровня до шестого. Чантрас тоже полу уровня примерно. Но пока что приглядывает он за Соло. То есть постепенно все работает. Так, маг. Был невидимый. Покричал на Седову. Не прокать совсем его крутилка. Голу можно уже рубить. Чоп. Френа убили. Но сейчас этот френа может оказаться где угодно. Так, на Соло. Каск полетел. Сразу же упрыгивает Соло. Каск улетает. Стрела. Крипы спасают Соло, можно сказать. Но Каск летает туда-сюда. Переходит страсти Дримкоил. Дримкоил в итоге в никуда. Лайс с фонариком себя прохирует. И крипов тоже заформили. У Салента бутылка Салента отпивается. А на топе начинают Эмпайр сами свои пуши. То есть у них нет ликана, у них нет френа. Но тем не менее Тауар проседает. Френа сразу же распугивает. Кустон даже пошуршал сюда. Пытался прилететь. Отменяет. Так, Аблак выходит. Френа прилетает в итоге на бутын. На Улсона флай. Улсона флай. Улетает? Улетит ли? Грузутые волки? Улетает. Ливингармор в этом помог. Сайлент остается забирать весь этот опыт. И Сайлент понимает, что сейчас скорее всего будет массовый пуш. Так, ну он скоро. Блинк есть. Вылетает маг. Блинка не ожидали. Чоп. Соло. Соло живет. Можно и соло. Догонит его. Сейчас акс на хейсте. Не хватит. Правда урон уже. Не стал он рисковать. Не стал ждать пока откатится блинк. Прыгать дальше под вышку. Чуть бы и соло не зарубил. То есть здесь ганг окончился полным провалом для команды Рокс. Тауру в итоге отдают, потому что здесь начинает плеваться в него резолюшн. А магу надо прохилить. Сейчас включится у него ботинок. И он в принципе готов продолжать. Вышка драгонайта. Аномедия пытается грызть Тауру Лекан, но пока не слишком уверена. Ну что, 1-4. Пока что Эмпайры усиленно работают. Пространство себе создают, не дают. Пока пушат они команды Роксу. У Роксу вроде бы все готово. То есть здесь. Радо что 6-го нету Йелла. Но это уже мелочь. То есть могли бы собираться все вместе начинать свои пуш. Но уже они боятся мага. Они знают, что соберутся они все вместе. Они сразу же получат. Внезапно впрыгающего акса. Так вот прыгает маг. Вылетает на Лекана. Чуть бы не сбил ему блинк. Своими волками БЗЗ. Но БЗЗ. Ультимейт включил. Сразу погибает. Резолюшн помог. Так, полетает Фурион. Мага запирает. Полетит Элимпиадус. Сразу же Ливенгарвард. Влетает каской. И Десвард ставит. Освенно флай. Это позволяет добить. Энчатрос. Йелла на отступлении. Драгонтейл в лоб. Пора ломать мид. Акс продолжает свое путешествие. Находит он Седона. Уже момент упущен. Крипах пока можно покрутиться. Крипов на себя забирает. Бегает волк. Грызет. Нажали. Пока Фортифай приходит сюда Соло. Соло готов. Прямо-таки Дринково ставит. Всех убивать. Дринково все ставит. Начинает пытаться всех убивать. Аксу кнопочку нажать. Сейчас пропадет Сален. Саленс. Ёлла. Соло погибает просто. А Сален-то? Спраут неплохой. Но пора уже бежать. На самом деле Рокс. Как-то они прилетели. Вроде бы на деф. Пака потеряли моментально. Саленс готов до конца идти. Акс сверху. Он готов прыгать. Продолжать ману. Ему заливает. С ману у него все просто прекрасно. Есть уже Витальти Бустера. И в принципе. Импайр. Дает понять, что драться они всегда готовы. Фастпуш фастпушим. Но они эти фастпуши уже могут просто отбивать. То есть большой вопрос. А правится ли Рокс вообще от такого религейма сейчас? Ну и видно. Отвестное падение акции команды. Рокс Кис. В районе 5000 сейчас заработали Эмпайр. За последние буквально 5 минут. За последние буквально 3 минуты даже. То есть у них сейчас в районе 5000 преимущество по золоту. И чуть больше 4 по опыту. Закупаются статы. Все уплотняются. Уже очень плотный резолюшн. У Салента тоже барабаны. Акс. Отправляется. Нужно доделать вангвард. Получить 11-й свой. И готовы продолжать. У Тринта есть ультимейт. Уже он его давал. Показывал нам. Так, Салент. Хулит невидимый. Видит Йола. В Йола есть, да? Он готов просвечивать. Для этого нужен план. План вроде бы и был. Бежал Габлак со своим Кентавром. Так, сейчас на Салент. Кентавр будет наступать. Кентавр не добился. Старшторм. Добить. Помогал. Помогал Драгонайт. Десвард. И Десвард Габлака, похоже, просто добил. Нет, не добил. Хилл спасает все-таки энчантрас. Однако Таур. Таур получает Эмпайр. Это их третий Таур. За последние чуть ли не менее 3-4 минуты. Лекам вгрызается в мид. Маг прилетает. Сразу же готов Денайс вышку. Покричал на волков. Таур пока что даже прохиливает, чтобы волки его не доели. Ольга, она похожа в хитрый план. Формить вражеские лесы. Потом Таур можно будет съесть. На Тир-2 здесь уже наседает резолюшн. Иллюзиями своими плюется в Бэйна. Прогоняет его. Вешает на нее дот. А это Тир-2 для Эмпайр. Здесь Таур продолжает. Покуда она прохиливает Трент. Не готова терять Туэра совсем Эмпайр. Не вышки врагу. Такой девиз. Ну и пока можно сбегать на Рошана. Почему бы и нет. Летают покупки. Летают там в Танго. Клэрис и что-то. У мага есть же авангард. У Сайлента скоро появится Яша. Ну и маг похоже нацелился на Блэйд Мэйл. Почему бы и нет. Скорее всего есть информация у Рокс, что там бьют Рошана. Но сделать они с этим толком так ничего не могут. Им надо сплитпушить. Сейчас им надо пытаться забирать вышки. Но видно, что получается пока слишком робко. То есть Таур стоит целый. Трент прохиливает. Здесь Таур тоже уже практически на флхп. То есть... Что дальше делать, пока не совсем понятно. Опять в Эмпайр огромное количество потенциала. Они готовы драться. Они все плотные. У них инициация. У них влетает акс. У них теперь резолюшн с Шадоублейдом. Плюс невидимый Смиран, если что есть. Драться они всегда готовы. Так, Ликан. Чуть ли не всю вышку съел. Загрит. Таур стоит и доедает. БЗЗ. Упускает первую вышку в свою Эмпайр. Постепенно вырисовываются Некрономиканы для Аликана. А Седой. Седой пофармил. Купил себе Амидас. 2400 уже есть. Начинает возвращаясь кого-то на ботлейн. Призывает. А тем временем невидимый Йол пошел цеплять. Пошел хватать Акса. Акса делать невидимо. У Йолы есть просветка. Он так ее не использовал в прошлый раз. Анак Мак. Убегает. Смотрит на Йолу. Йол просветил Акса. Акса просто берет и отпрыгивает. Резолюшно, что дублейн готов все хватать. Амирана соло убивает. Неч с профита. Так, ну а мы смотрим за этими ребятами. Они пошли, похоже, хотят убивать Йолу. Стоит за Йолкой, делает вид, что... Что это вовсе не он, но нет. Все-таки поймали Бэйна и Бэйна. Отрубить не получилось, но попытка была неплохая. Есть. Габлак получает каски налево направо. Рядом еще и Ванскор готов его бить. Габлак понимает, что в лес его теперь совсем не пустят. На миде огромное количество народа постоянно перемещается. Сайлен пока что в соло все отпушивает, в принципе. То есть убил для начала Фуриона сейчас. Отпушивает топ. И потом можно прибегать уже к своим. То есть Мирана отпушивает. Пушит Драгонайт. Драгонайт уже 11. Желтый дракон поплевывает. Прилетает седой, пытается крипов убивать. Отводить крипов, дефить и так далее. Резолюшно внимание не обращает. У него Аэгис, он готов менять эту вышку на Аэгис. Слайл уже второй уровень. Вуду ресторэйшн, прохилюет резолюшно. Арморт у него по кулдауну кидает рент. Так, полетели стрелы. Но стрелу прям-таки наступает седой, ну и пора. И справа Бэйн усыпил мага, который был готов фиксировать. Вместо этого просто потеряли. Ликана влетает, наконец-то маг заагрил. Он только инчатрос, к сожалению, для него. Что, давайте ультимейт рента держат мага, чтобы он никого не бил. Это у нее достаточно. Пошел БСЗ вгрызаться, получает каск. Каск летает между некровинтами. Запирает браут своих. Нечис профит, наконец-то теряет Аэгис резолюшно. И Макс, наконец-то, все-таки погибает. Воскрешается обратно Макс. У Сайлента неприятности, у Сайлента слишком мало хп. Пора расходиться, но готов продолжать резолюшно. Седова, Седова добивает. Не надо разойтись теперь, главное, не потерять своих. Команде импари, если хотят они спокойно продолжить. 5 секунд. На Шаду Блэйде здесь стоит центр-евард, но резолюшно от него уже отходит. Видит его Габлак, дает ему понять, что видел его. Но резолюшно просто бежит вперед и... Как бежал, так и бежит. Стоит Бейн, и Бейн прохиливается. Рядом приходит Флай, наконец-то дает каск. Маледикта пока нет. Дэсварт в кулдауне. Задача была просто загнать обратно на базу. То есть то, что есть Драгонайт, выделывает. Просто не дает зайти дальше. Давит морально. Там появляется Блэйд Мэйл. Ну, не самая удачная была инициация, на самом деле, от Эмпайр, что Фуриона убили это здорово, но параллельно контролировал Акса Бейн чуть ли не весь тимфайт. То есть Акс не успел влететь на Ликана. Ликан на нее с довольно много урона. Там и Мак под конец погиб. Иначе она, как раз, она стреляла неплохо. Сайлента тоже чуть было не отдали, но... В итоге все равно оказались в плюсе. Ваниш. Забирает Хейст. И готово бежать куда-то. Находит Ликана. Ликана поймать бы. Ловить Ликана нечем, кроме Акса. Стан. Стрела. Не угадал. Мувспид не подрасчитал. Немного Сайлент. Ликан бежит. Половина ультимейта осталась. Мак продолжает его гонять. Ему волки сбивают его. Блинк Дайгер. Так, влетает Пак. Влетает сразу же еще и Фрилл. Мак сразу же телепортируется. Тренд. Забивает. Мак зря, пожалуй, улетел. Здесь проблемы уже БЗЗ. Пака убили. БЗЗ пока что живет. Прохилит у Энчантрас. Не добили. Вместо этого можно добить Седова. Почему бы и нет? Спасает и Седова. Отлично работает саппорт Рокс. Так никого толком не убили, помимо Пака. Который все это и затеял. Улетает Седой Резолюшн. Без маны бежит. Он прям-таки готов кого-то бить. Просто саблей. Эмпайр продолжает давить. То есть, потратили они свои ультимейты. Потратили кулдауны. Маны есть и разве что у Флая. Сайлентом. И просто гоняется за людьми. Автоатаками. Готовы загонять их обратно на базу. Мэш-тром появляется у Фриона. Я думаю, пора переключать на Анаторс. Как-то я совсем забыл про это. Первый саварин, второй резолюшн, третий маг. В принципе, и так было понятно. Чё? Просто между делом, маг походя. Фрион разрубил. Что, графики? К 8000 приближается преимущество по золоту. 7500 по опыту. Опыт совсем не пускает импайр. Так, проблема у Флая. Пора включать свой хил. Нужно убивать с каблака. Влетает Ванскор, помогает. Ультимейт им не достал. Как минимум показался Блингдайгер. Так, теперь уже у Сайлента неприятность. Сайлента надо спасать, потому что здесь рядом. Сейчас чуть лифурион не прилетит. Неплохой ультимейт. Ещё и соло дреймкоил дают. Сайлент действительно погибает. Ванскор вбегает в своём дреймкоиле. Просто бегает здесь, смотрит. Дабл дэмидж находит. БЗ, ну это Метауэр, наконец. Акс не успел, ничего есть. Так, загорел. БЗ сейчас очень много урона и такс получит, но Блэйдмэл. Сейв Найтмаром. Перенаправляет варт на Седового Вишдоктора здесь. Ну и Резолюшн пытается разобраться с этой ситуацией. БЗ слишком мало хп для того, чтобы сейчас куда-то бежать что-то пушить. Так, кого здесь разрубили? Разрубили Фуриона. Информация есть про БЗ. Пошёл Мак и ВСК. 4-3 секунды. Сейчас увидит он Лекана. Лекана видит. Маны? Не стал. Знаю, что сзади будут саппорты его убивать. Очень неловко ситуация была для Эмпайр, но поправили. То есть разменяли они всё-таки Мирана на Фуриона, не просто так. Всё это было. Саппорты работают прямо-таки. 24 на 7. Командорокс, то есть Найтмаром сейвит, схватает, финсгриппами, прохиливают, бросаются импетусами. Но пока что сейчас всё ещё 6.16 и Эмпайр достаточно в пятером собраться, чтобы продолжать своё давление. Вторая книжка уже у Лекана. Ходит Ванскор. Заливает маны. Так, пак. Сайлент сдал. Соло сам на половину ХП просел из такого. Резолючно спокойно отрегенит сейчас, получит Ленингарон. Ну а здесь заходит Сайлент, получается рожный Айтмар. Сентривар здесь стоит. Замедлили Сайлента. Сайлент просто бежит к своим. Ну что, проседает Т2. Последний Тир-2 Тауэр. То есть надо дефить на самом деле, потому что дальше только хэграунд, только Рошан. Если Фурен только-только подбегает к Тир-1. Не удивлюсь, если кто-то полетит, спасает Ситовушка, если сейчас Акс внезапно на Тир-2 прыгнет. Но нет, инициация от Соло. Сразу Си отходит. Сентривар дропнули. Невидимость нажали. Пролетает к Сидому, Сидову цепляет. Сайлент. Прыгает, смотрит за Сидым. Дает информацию, куда он бежит. И Сидовик забежал в узкий проход, получает стрелу в лоб. Точнее, в зад. Продолжает погоню за магом. Ликан бегает. Пытался сбить, блин, не получилось. Притом Акс крутанулся, но блин не сбился. Бывает такое иногда, когда... В один фрейм и урон проходит, и блин к поражат. Вышку, тем не менее, Фурен сломал. То есть какое-то золото все-таки досело сейчас в команду Рокс. Ёл находит мага. Усыпляет. Есть чей ультимейт. То есть можно давать, на самом деле, ждать. Пока перебежит энчантрас, но одной энчантрас будет мало. Поэтому отходит. Ну и вышка так и осталась. 200 хп, динайть нельзя. То есть в следующий раз забрать можно вышку и сразу же бежать. Доламывать все остальное. Квоти, появляются слоты постепенно. Что у Фурена, что у... Лекана. Лекан только-только докупает третью страницу. Но Мьелниер нацелит с Фурен, но пока не хватает на гиперстон. Притом не хватает довольно много. Сейчас главное следить за балансом лейнов. Эмпайр. Иллюзии. У Салент. Салент уже с монтастайлом отпушивает бот-лэйн иллюзии. Сам стоит на меде, смотрит, что делать дальше. Сейчас надо выходить. Если Заврик, то выходите из всей команды. Они уже поняли, что... Вдвоем, втроем перемещаться в кого-то ганкать. Возможно, не лучший день. Но он находит в облака. Глаза загорелись. Стан дали. Дали стрелу. Стрела. Просто похоже пристрелочный бланк. Найтмер в очередной раз. Найтмер можно даже снять. На самом деле, Найтмер снимает на себя Салент и резолючно добивает. Иван, скорость блинка. Ультимейт дает. Здесь Соло сидит в кустах. У Соло была засада, но в итоге... Неприятности бы задать Салент. Все еще держит его. Держит его Бэйн. В финсгрипе. Заканчивается финсгрип. Соло выбивает просто маг. Как вертолёт здесь крутится во все стороны. Добить Бассидову. Чоп. Однако потеряли Драгонайт. Не слишком приятно. Гонит... Гонит Йелла. Мага выступляет. Стрела полетела. Разворачивается БДЗ. И начинает убивать Ванскор. Ванскор сейчас тоже, похоже, добьет. Однако Ликан остается совсем один. Ультимейт не закончится. Пытается... Пытается телепортироваться. Стан. Получает каску. Каска летает там в все стороны. Ну и закрывает его маг. Добивает. Двоих потеряли Эмпайр. Потеряли свой Драгонайт. Это, пожалуй, самый неприятный для них момент. Но в остальном... Убили всех. Кто был. При том, что там засада была от Пак. Пак пытался всех подловить по-хитрому. Сейчас появится Фурен. Он должен убивать. Он все онфлайвается. Волки отслеживает. Онфлайп прохиливается. Три взяли. Одно урне есть. И скоро появится. Гоним. Поэтому Фурен перемещается на топ. Нужно продолжать сплит пушить. Нужно на топе. Лейн. Перетягиваюсь. Что здесь летает? Так давайте посмотрим. Мэштром. Для Сайлента. Ну и уже бьет Рошана. Пробегает Резолюшн. Резолюшн Огур Клаб. Кусочки керасы. В принципе вчера он тоже так же сделал. То есть покупал Огур Клаб. Просто становился чуть плотнее. А дальше уже собирал что-то. Да и собирал керасу. Блэкин Бар. Если что доделать потом. Всегда успеет. Отпушивает Флай. Купит себе Аганим если что. Ну а Рошана добили. Драгонайт на этот раз с Эйгисом. Он не такой прыгучий как Мирана его. Пробивает довольно серьезно. Порой. Сейчас Флай докупит себе Аганима. И пора будет уже. Выбегать. Ходит Йоу. Сентри Варда и в наличии. Но не расставляет пока. Так. Поставил Сентри Варда. Находит Сайлента. Найт Мордал. И Рокс просто бегут. Они знают что там очень много народу. Может быть. Здесь ходит Ванскор. Варт у него стоял. Здесь давал вижн. То есть. Информация у Эмпар всегда есть. О том где кто. Так. Ну что. Аганим у Акса. Здесь этот товарищ тоже уже купил себе. Последний свой ножик. Блейды Фалакрити. Несут себе смок. И готовы. То есть Лейна отпушить. На топе. Последняя вышка. Именно на топ. Пора лететь. Седой доделает. Мельнир свой. Пошел фармить Энштоф. Энштоф просто нет. Расстроился. И ждет телепорта. Пора отпушить Ботлэйн. Либо Мид. Митауэр надо забирать. Митауэр застоялся. Ее тренд прохиливал здесь. Все. Получили. Мак немного задерживается. Он пока убивал привидение. Вышку бьет. Резолюшн. В принципе в одиночку. Так. Митауэр. Митауэр теряет Эмпар. Зря они побежали на самом деле. Надо было добивать сейчас вышку хотя бы. Про вышку совсем забыли. Глаза сгорелись. Пошли драться. Ищет толпа эта бежит. Вышку ломает. Нужно акс туда уже влетать. Это все расчищать. Потому что один вещдоктор просто с этим не справится. Сайлент в одиночестве остается с этим тердотауэром. Его находит соло. Сайлент внимания не обращает. Просто нажимает мотостайл. Тауэр так и не добил. Сам отпрыгивает. Сам бежит. За ним. Соло дает юл. Дает дримков. Сайлент. Дримков сразу живет. Получает лингармон. Ну и продолжает бегать. Далее справа. Сайлента все-таки добивает. Приходит Акс сразу же. Разрубает голову Бэйну. Гонится за седым. Разрубает голову седым. Продолжает погоню. Где здесь кто еще? Маг готов. До конца. Находит гадлака. Гадлака заиграл. Ну и можно и его из головы ставить. Чоп. Дальше за соло. План выполняет здесь пятилетка за два года. Прямо таки его мага. Головешка полный двор. Безет. Планирует делать армлет. Тир 2 в итоге все же сломали. То есть пространство на карте на самом деле сейчас получает Рокс. Эмпайр бегает и развлекается. Голову рубит. Но вышка пока не добивает маг. Я думаю может даже соло попробовать это сделать. С другим найтом. С Тауэром они справились. Все дальше. Только хайграунд. Пора делать осады. Но для этого нужно контролировать все лейны. Нужно все отпушить. На топе все здорово. На меде сейчас скрипов зацепит маг. То что станет неплохо. Но она бутлейней. Так вам скоро телепорт бы сбить. Нечем забивать телепорт. Утимейт там по трассе. Погоня за магом. Но маг просто берет и прыгает. Нет. Юл. Юл от соло. Маг блейд меня включает. Соло очень болен. Кинзгриб переходит с давать магу. И маг погибает. Попался он. Отпушил лейны. Слишком смело. Вот как раз на таких одиночных киллах. То есть сначала убили сайлента. Теперь убили магов. Все еще не могут импайр просто взять. Все равно собраться. Забежать их убить. Так. Найтмеры разбрасывают налево направо. Друг другу передают эти самые найтмеры. Проходят наконец найтмеры. Флай просто погибает. Дэсвард при том потратил. Он просто в пустую. Сразу же получил у него сайлент. Отправляется соло. Отпушит лейна. Уликан. Некрономика. Но в кулдауне можно было попробовать выбежать куда-то на тердла снизу. Например. Попробовать что-то сделать. Но импайр понимает, что шутки закончились. Пора уже всерьез приниматься. 11-25. Но 7-500 здесь так и длятся. Вот эти. Уже целые 10 минут. Даже чуть больше. По опыту конечно у них 15 тысяч. Но пока. Погибают они налево-направо. Нужно собраться. Драгонайт уже 17. Стрела стреляла в Йелла. Чуть бы он не наступил. Но Йелла уже довольно быстрый. Кстати обычный у него ботинок. За ним отправляется резолюшн. Вот как бы сейчас для него это опять не стало проблемой. А резолюшн говорят, чтобы вернулся обратно. Зажимает обратно на базе всех импайр. Пока что здесь только двое. Этим надо пользоваться. На самом деле. Вот как раз подцепили резолюшн. Сразу стрела. Чего бы он не попался. Пак. Ликан. Ликан как-то просто сам собой берет и выбегает. С дабл демжем получает каску. Получается на связь. Нужно тратить ультимейт. Ультимейт тратит. Хватит ли урона. Там похоже был Маледикт. Усупил напоследок Бэйн. Он и Бэйна теперь можно убивать. Дримкоилд далее. Влетает. Соло довольно много урона наносит. Выбивает Аэгис. Из Драгонайта. Пинсгрип сразу же моментально забивается. Соло все еще сзади пытается что-то надамажить. Так. Для начала Бэйна. Он теперь уже Мак включается в дело. Соло отпрыгивает. А Драгонайта на базе. Бэйзэ добивает. Находит еще и габлака. Максик ускоряет. Заграл он габлака. Габлак рейнджовый герой. Он так быстро не побежит за ним. Все прохиливаются. Соло продолжает прыгать. Продолжает летать. Катается из шарики. Отпрыгивает. Мак. Глаза сгорелись. Пошел убивать Соло. Пошел убивать Пака. И добил. Возвращается Бэйзэ. Бэйзэ выкупался. Получает моментально ультимейт рентай. Всей командой. Пятерых он забегает. Правда. Погибает. Погибает. Фрил. Габлак. Последний живой. Габлака тоже можно разрубить. Мага. Просто ман уже не осталось. Рубил налево-направо. Что? Good game will play. Две быстрых игры с Аксом. Конечно, это немного затянулось. Из-за того, что теряли свои герои в Empire. Но Empire видно что. Ситуацию контролировали. Чуть что собрались и... Нормально всех. Перебивали опять. Так. Ну что? Empire побеждает у нас 2-0. Таким образом, Empire все-таки занимает у нас второе место в группе. Смещают они Cloud9. То есть, таким образом, Cloud9 становятся третьими в группе. Четвертыми становятся нами. Но третья, четвертая это уже не имеет значения. Empire попадает в плей-офф на мейнер-позиции. Ну, в полуфинал, скажем так. А у нас с вами на сегодня на этом все. Вернемся мы только 28 мая. То есть, через две недели. Довольно большой будет перерыв довольно долгий. И спасибо всем, кто смотрел. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...